Упоминание имени Виктора Медведчука в зале заседания украинского парламента способно разжечь нешуточные страсти. Депутаты Верховной Рады бросаются друг на друга с кулаками. Законодатели из оппозиционного блока возмущены выкриком «агент Кремля» в адрес своего соратника. Хуже и страшнее формулировки в современной украинской политике не отыскать. Офис политического объединения Медведчука, украинский выбор, то и дело атакуют радикалы. Ведь здесь логово врага, штаб-квартира путинского кума. Даже у железной леди Украины Юлии Тимошенко сдают нервы, когда звучит вопрос о ее товарищеских отношениях с Виктором Медведчуком. После 17 лет затиши глава администрации президента Леонида Кучмы, один из самых влиятельных людей эпохи становления украинского олигархата, возвращается в публичную политику. Он уже из серого, теневого кардинала превратился в публичного и очень сильного политического игрока. Вот во время форума по выдвижению Порошенко одновременно, в то же время, не только в тот же день, в то же время проходил съезд оппозиционной платформы «За жизнь» и солировал на этом съезде не кандидат президента Юрий Бойко, а Виктор Медведчук. Виктор Владимирович не просто выступает на съезде партии с 20-минутным спичем. Он дает двухчасовое телеинтервью каналу 112, повергая в шок украинский эстеблишмент и общество. Идеи его для многих звучат как провокация. В большую украинскую политику Виктора Медведчука в 1997-м привел Виктор Балога. Известный ныне как соратник и друг лидера оранжевой революции Виктора Ющенко. Третий глава украинского государства был премьер-министром при Кучме. И в это же время Виктор Медведчук занимал пост руководителя президентской администрации. Но дружбы не вышло. Когда Ющенко стал президентом, то избрал Медведчука в свои главные идеологические противники. Это неудивительно. Медведчук никогда не скрывал, единственное приемлемое для него состояние Украины – это союз с Россией. Попытки Ющенко интегрировать Киев в НАТО Медведчук систематически блокировал в суде. Старые обиды, очевидно, не забыты и теперь. Недавно бывший президент заявил, что Юлия Тимошенко в бытность премьер-министром планировала сделать Виктора Медведчука своим заместителем. Она рекомендовала назначить в ее правительство вице-премьера Медведчука. Это 2005 год. Я отказался. У меня шок был. Откровения от Ющенко прозвучали в самый разгар предвыборной кампании, когда никому из основных кандидатов в президенты подозрения в связях с Россией не нужны. В штабе Батьковщины эту информацию категорически опровергают. Да, в 90-х и нулевых в украинской политике все друг друга знали, но никакого понебратства между Медведчуком и Тимошенко не было. И нет. Тимошенко будет президентом. У меня нет никаких сомнений. Но и Бойко, и Медведчук будут никем в политике при президенте Тимошенко. Это тоже стопроцентно. Медведчук всегда влиял на украинскую политику. Влиял и будет влиять до тех пор, пока это будет нужно Москве. И во-вторых, пока сам Медведчук будет находить способы зарабатывать деньги. Для него Украина с одной стороны территория, где он зарабатывает деньги, а с другой это территория, где он реализует свои политические амбиции. Дочь Виктора Медведчука Дарью крестили Владимир Путин и супруга Дмитрия Медведева Светлана. Медведчук вхож в ближайшее окружение российского руководства, говорит Роман Бессмертный. Политик, получивший известность в конце 90-х, был представителем президента Леонида Кучма в Верховной Раде. А до недавнего времени одним из переговорщиков в Минском процессе. Потому хорошо знает нашего героя. Медведчук нужен Кремлю. Жаль, но Москва нуждается и в других политиках. Как так вышло, что Виктор Медведчук со всей его биографией оказался главным посредником между Путиным и Порошенко? По официальной версии, кандидатуру Медведчука в качестве представителя Украины в переговорах по прекращению огня в Донбассе предложила Ангела Меркель. Многие в Киеве уверены, что германский канцлер учла рекомендацию Владимира Путина. Фактически сейчас российский президент доверяет и прислушивается в украинском вопросе лишь к своему куму. Есть такое распространенное мнение и подтверждают эту точку зрения люди вполне информированные. Виктор Медведчук имел устойчивый образ серого кардинала украинской политики. Его роль у такого серого кардинала, который влиял на разные тайные политические процессы, тайные политические сделки, была связана с его неформальной, неофициальной ролью и таким статусом специфическим кум Путина. Все очень просто, отвечают идеологические противники. Риторика, да, что там программный курс партии Виктора Медведчука практически слово в слово повторяют месседжи Кремля. Здесь и федерализация страны, и отказ от евроинтеграции, и прямые переговоры с сепаратистами в Донбассе. По некоторым данным, в 2017 в Крыму состоялась тайная встреча Медведчука и Путина, где обсуждалось формирование сильного пророссийского движения в Украине. Он фактически де-факто стал главным оппозиционером, главным таким идеологическим антагонистом Петра Порошенко. При этом, как это ни парадоксально, но очень по-украински, очень много слухов, утечек о том, что между ними есть тесные политические контакты. И похоже, что оба, скажем так, осознанно используют вот эту внешнюю публичную конфронтацию друг с другом. Но проблема в том, что такая партия, она может довести страну до прединфарктного состояния. Это все равно, что, знаете, принимать сильные антибиотики, патриотические, и при этом глушить русскую водку. Блестящий управленец, юрист высшего класса, человек, способный воплотить политический или бизнес-проект любой сложности, описывает Виктор Медведчука, автор «Украинской политической реформы», один из самых узнаваемых политиков страны Александр Мороз. Я бы сказал, что есть два или даже больше медведчуков. Один грамотный администратор, менеджер, юрист, который может перевести свою линию в нормы закона. Второй – это менеджер, который влияет на институт власти, президента и добивается своего. Он хитрый, умный. Хитрый в принципе дураком не бывает. За счет того, что у него очень разветвленная система бизнеса, то в этот бизнес тянуто большое количество украинских политиков, государственных деятелей. Не упрощайте его, это серьезный оппонент, это серьезный противник. Не надо расслабляться, когда у вас с ним дискуссия, противостояние или война. В начале текущего года первый президент Украины Леонид Кравчук издал свою собственную книгу под скромным названием «Первый о власти». Леонид Макарович, особо не подбирая слов, раскрывает нравы и характеры практически всех заметных политиков страны. Есть в книге раздел, посвященный и Виктору Медведчуку. Я зачитаю некоторые моменты. Особая активизация Виктора Владимировича в последние годы связана с тем, что он хочет войти в парламент. Придя в парламент, у него появится трибуна, и он попытается усилить свое влияние. Является ли Медведчук прямым врагом Украины? Думаю, что нет. Он из тех людей, которые хотят, чтобы Украина была максимально близкой к России. Где Медведчук, условно говоря, будет выполнять роль генерал-губернатора России. Он очень амбициозный. Если раньше Медведчук делал все, чтобы Кучма назначил его премьером, не получилось, то сегодня он пошел другим путем. Хочет достичь своих целей, работая под Путиным. Конец цитаты. Антон Полищук, Александр Кулибаба, RTVI Киев. Продолжение следует.